Я после работы шел домой, иду, смотрю, что это автозак. Просто стоял на остановке общественного транспорта и сказали, мы тебя сейчас подвезем, и затолкали его в автозак. Его подбегли, женку его отстрахнули, а его самого запаковали в автозак. Меня брали люди в цивильной одежде. Ну, меня схватили сзади, и один начал бить мне коленем в грудь. Ударили в голову ногой. Это было самое тяжелое физическое испытание, которое было в этом задержании. Это правооборонный подкаст «Весна пройдя». Тут мы рассказываем про достаточно людей, которые живут в Беларуси. Привет, меня зовут Катярина. С момента позднего выпуска отбылось очень много событий, которые, скажем так, стали катализатором створения этого выпуска. Все началось с так называемых ланцогов солидарности. Я узгадывала в прошлом выпуске, что эти люди могут вас и затрымать на акции. Ну, и вось у свете опошных падеи мы убачили массовый и яскравый приклад усягого этага. Тихары и амапауцы затрымали шмат людей 19 и 20 червеня. И вось расповед некальких из них мы пачуем сёння у выпуску. Але спачатку крыху перед гесторией. 18 червеня правоцентристские политики Юры Губаревич, Вольга Ковалькова и Миколай Козлоу зладили свои пикеты по сбору подписов у Минску каля филармонии, что на станции метро Якуба Колоса. Это проспект незалежности. И, конечно, там было вельми шмат тихароу. Яны издымали на камеры, яны сачили. У форуме и у синей комизельцы с надписям «Информаційная группа» были только пару милицьянтов, які ходили уздолв чарги и у гука узмацняльник попережвали людей. Вы знаходитеся на несанкционованном массовом мероприемстве. З ними спробовала спрачатся Вольга Ковалькова. Замонные граждане, вы находитесь на реклайне купленцем. Позволок кончику за пикетентом в комбинат и в суду детский. Это мероприятие абсолютно реклайное. Абсолютно реклайное. Абсолютно реклайное. Вы задумкаетесь на исчезаконодательство Республики Беларусь. Что было у вечера? У вечера у Минска, аж на до площади незалежности и далее, а это пару километров от филармонии, люди стояли у ланцуха солидарности. Наступный день 19-го червяня был опошним днем по сбору подписал. Правоцентристы так само провели пикет. Был ланцух. После тогда и начались массовые затримания. Только по Минску у вечера 19-го червяня было затримано по звездках правооборонного центра Весна больше за 200 человек, а еще были затримания и в регионах. Метро не открывали. Я поднялся вверх, такси вызвать не смог, так как интернет был отключен. Таким образом я передвигался в сторону дома со станцией Кубоколоса, потому что я живу на Петровщине. Ну и вот дошел до независимости и вот произошла такая ситуация, то есть меня задержали. Ну то есть на камерах видно, что сотрудники в штатском ничего не говорили, не передавали. Соправды, у некий момент станцию метро и Кубоколоса закрыли, а интернет в этом месте чемусь не працавал. Арсений Дзядок, так? Так, я литерально хвили на 9-му вышел с метро площадь Кубоколоса и одразу там было сказано, что станция метро площадь Кубоколоса зачиняется. Как зараз по станции на 19.34 и станция зачинена. Некоторые журналисты, які ладили стримы из места падеек или филармонии, не смогли их одразу уключить за отсутности интернета. А назиральники контр-лба, які назирали за мирным сходом тады 19 червеня, не смогли добре скоординоваться за хэтаха. После скончания назирания яны поделились своими ураженнями. Самое страшное, когда попала связь вообще у всех. Это было прям грустняво. Хорошо, что держались парами и один одного находили. Коли изник интернет, я чую, насколько мы отрезаны от інших. Негде еще на то, что мы зараз просто побачь с людьми стоим, с ланцухом, але принимаю интернет, я чую, что ты отцепленный небе. Отчувание некого 37-го года, коли вообще интернета не было. Нека небоспека очувалась, коли мы рухались с группой по черзе, как люди доставлялись, и за нами заусе дойшел один тихар, и он вот прям просто, мы отходим три кромки, и он идя за нами, и он заусе дойштос, типа, свою слуховку казал, и потом долучились еще двое, и один з них был с двумя рациями, и он заусе дойштос передавал, и казал, где конец. И мы такие просто, мы отходим, и яны. Амаповцы у формы начали отцескать людей от площади перемоги, до якої расцогнулся ланцух, до филармонии. Яны своим уже амаповским ланцухом стали праздорогу от филармонии, на бок якої были отцесненные люди. Кандидаты-правоцентристы вырешили згарнуть ланцух. Разойдемся, мы не смогли создать цепь, но мы вчера показали, что, во-первых, нас много, во-вторых, мы полны решимости, и, в-третьих, победа будет за нами. Спасибо, друзья, спасибо. А затриманни призагнулися до вечера. Виктора Класенского затримали за то, что он прогуливался по городе с бел-червоно-белым стягом. Але, насколько мне вядома, ни бел-червоно-белый стяг, ни ерб пагоня у Республицы Беларусь не заборонены. И ерб пагоня на вогуле заявляется историко-культурным символом у Республицы Беларусь. Тому для меня застается незразумелым, чому так здарывался. Когда меня завалакли в автозак, меня просто швырнули на лавку, сказали сядь. Я сел, и потом меня штурхнули с лавки на пол, сказали, как я сядел на полу. Я сел на пол, тогда мне сказали, как я выключил мобильный телефон, и прогрозили побить, когда я этого не зараблю. Я телефон выключил, меня никто не сбивал. Но после моего затримания я бачил, как у автозак завалакли еще троих мужчин. Двое из этих мужчин были довольно сталого взрослого, как мне надалось. Мабуть, годов 50, 55, тяжко сказать. И один мужчина был сыном когось из них. И вот этих сталых мужчин сбивали у автозаку. Одного из них сбили вельми жестко. Вы прям бачили это на властной вочице? Так, я это бачил властными вочима. Одному из гэтых сталых грамадян ударили у голову ногой. Он уже лежал? Так, он лежал на поле. Яму казали, как он лежал. Але он, мабуть, пытался неким чином то ли отползти, как по им не топтались, а то ли просто сесть на пол. И на его налетели три ОМОНовцы, и били его три человека одночасова. А остатные два их не сбывали? Я бачил, что некальки ОМОНовцы пытались испынить своих же коллег. И таки спынили. Гэтых мужчин перестали сбивать. Але некальки ударов им достались вельми таких моцных. Але як, они намагались испынить? И они казали, что не треба гэта грабить, что с гэтых мужчин доволи, они не представляют погрозу. А вот с вами еще одна история. Яна, упро вона, не бы больше позитивная, или в уголе такое можно сказать, а в ситуациях отвольных затриманьях. Меня зовут Владислав. Я каждый день езжу с флагом на велосипеде, и у меня была удочка с собой с флагом, и подруга предложила развернуть флаг. И шли, как бы, гордо с флагом, подошли почти до обелиска площади Победы. Меня автобус подъехал, и оттуда вышли три сотрудника ОМОНа. Скажите, вас, який автобус? Милицейский ця, звычайный? Звычайный, Шэры. Форд? Нет? Точно не помню, скорее всего, Форд. Да, скорее всего, Форд Транзитшер. Зараблю вставку. Калі вы слухали папередній наш паткаст, то можыцца вспомнить, як адзін з надзираннікаў за мирными сходами описываў, як распазнаць цихарскі аутамабілі. Звычайно, гэта сінія Форды, такі минивэны, бусы. То есть, яны, амалю шла усе, то есть, сініра коляру, звычайно, ці на них тайніровка, ці в окны зашторяны. Не так, ну, сіній Форд, это знак біды. Але аз гэтага, звычайного автобусу, сяш такі, вылізлі амапаўцы ў форме. Да. Ну, просто в нашай стране я панімаў, што, ну, што-то мне там абісняць было бы бесполезно. Все было бысто, они падашлі ко мне, хацелі меня схватіць, я им сказал, што, ну, хорошо, я проследую машину. Ну, і вас, табак, не гвалтовно завіли в машину? Не, не гвалтовно, аккуратно. Там даже был такой вот бордюр на мосту, і помогли через него переступить, руку падали. Я сам удивілся очень сильно. Табак, як міністр Мус сказав празатрамані, што мапаўцы затримлі вали ласково. Табак, у вашім дачаніне, це було... Іменно в моєм були мене ласково. Ну, а вось тое саме виказування міністра Мус Юрия Караєва. Сотрудники проявляють максимальну выдержку і вже доставляють органу для розбирательства. Тільки тих, хто спеціально, преднамерено, ігнорирує многократні требування і навік з физическим виталкиванням, як говориться, ну, ласковым таким, да, не силовым. Ну, в основному, везде неласково було. Я, коли шел по левой стороне Площади Победы, я видел, как по стороне цирка там людей неласково. Там і крики були, і прочее. То есть, це мені повезло. Задрымували тых, хто пасля шматлік іх папереджаняў, а потам і ласковых дзеняў, ігнорваў гэта і супрацявляўся. Як сказаў Караеў ў сваім інтерв'ю. З усіх інтерв'ю, якія зробіла я, мне папаўся толькі адзін расповяд, калі чалавек паспробываў супрацявляцца. Але якім чынам? Максим, мы прошто шлі мима с маім тавацічем. Вдоль цепочки, каторая державаў за раке. На перекрёстке возле Макдональдса подбежали люди, мы даже не видели. І заламали нам руки, мене немножко побили, его нет. Ну, мене схватили сзади, я, соответственно, откинул этих людей. Потому що я не понимал, що происходит, хто на мене нападаєт. А я защищался. І закинули в машину. Люди у цивільних? В штатском, да. В штатском, в масках. То есть опознати я їх не могу, соответственно. Табакіны не представлялися просто за... Нет, нет, нет. Руки за спину. Вот все, что они говорили. Вот, собственно говоря. І все, і затолкали в машину, і увезли в центральне РОВД. А вы казали, що вас трохи побили. Це якім чином? Це одне слова, це при затриманні? При задержанні. Потому що, ну, получается, слово «защита» ще существует. Когда мене сзади кто-то хватает, я машинально отмахнулся от двоих. А меня схватили ще двое. І один начал бить мене коленем в грудь. Потом я упав лицом. У меня був синяк. Здесь пол лица було стерто. Все, і после этого микроавтобус. А там люди вже були в формі. Микроавтобус звичайний. Того к ним лізлися? Не, не, не. Просто с темными окнами, стандартно, обычными. А не полу колеру? Синего, по-моему. По-моему, синего. Ну, темного. Да, синего. Синий форт – это знак беды. Карайо спробував своєм інтерв'ю апраудаць затриманні. Супрацовнікі дзенічали адповідну закону. Але ці можна баспробуваць їх апраудаць сапрауды хоснеяк. Вось вам я ще один менчук Анатолі, якого супрацовнікі затримали пасля таго, як зим паразмаулялі. У меня в пятницу було собеседование. В ранніх шести часов я возвращался домой. Просто стоял на остановке. Часто на транспорті на Кубаколасе. Там, де останавливається сотка. І 115-й експрес разговаривав з двіма жінчинами. І спрашивав у них, був ли ваще автобус, котрим мені дзвін був у сотій. І вони сказали, що минул 10 вже не було. І, навірно, вже не приєдет. В цей момент подошел ОМОН з тіною. І там почали подіжать автобуси ще бордовий і какой-то тімний, автозаки. Як це вось, як би, пасекундно було? Тобак ви стояли, до вас ззаду подійшли, як? Ва не ж тіра сломашились? Ні, нічого. Коли я вже розговаривав з цими жінчинами, подошли прям з боку, получается, справа ко мене. Сотрудники. Я у них спросив, перекрыт ли перекресток там. Ну, вони должны бути в курсе, що там ходить транспорт або не ходить. Один був такой пониже. Он сказав, що не ходить. Ну, і сказав мене уходити. Ну, і як тільки я розвернувся к нему спиной, получается, може бути йому не понравилась моя прічіка з дредами, не знаю, це секрет. В общем, він мене схватив, як тільки я розвернувся, схватив за руки, возле локтей, і вдвоєм вони, ще зразу подошел второй, і почали толкати в автозак, который був спереди, метрах п'яти, наверное, недалеко. І сказали, що ми тебе зараз подвезем, і затолкали в автозак. Там вже був ще один чоловік, нас там було двоє. На той момент, де-то полдев'ятого времени це було. Нікаких криків, і падань на землю, і сопротивлений не оказывало. Просто оглянувся, що взагалі відбувається, що мене толкають. Вони сказали, проходимо, проходимо, і все. І затолкали. Вам вдалося позвонити своїм світрам? Як тільки нас затолкали в этот автозак, там в грубій формі був, наверное, найглавний омоновец середі омоновців. Он сказав, всім на пол, нільезя сидеть на лавочці этой, которая вокруг, по контуру. Никому нільезя сидеть. Все, короче, ложитесь на пол, виключайте, доставайте быстро телефоны, все выключайте, показывайте все карманы, все, що у вас є, вообще все, що у вас є. і повыключав, повырубав все телефоны, именно, проверюв, що вони нічого не записують, і що вони все вважаючі в режимі. Специально підходив до кожного і перевіряв? Каждого збивав, сталкивал на пол, там їх було двоє активних, вони всіх збивали на пол, щоб вони сиділи на корточках, не знаю, там, як угодно, але тільки не на стульчиках, і, да, він коженому підходив, витаскивал все з карманов, чи там сумочок, все, 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 і тоді ждали следуючих. Со следуючими було практично то же самое, один в один. Ну, і там ще були такі інтересні матерні обороти, котрі, не знаю, навіть, збиваючі строїти, навіть, ну, і таке, в общем, все було в дуже грубій формі. А я, вот, беру інтерв'ю у вас не першу на цю тему затримання, і мене ніколи не попадалися дзівчини ще. У вас там затримували дзівчини, не були в автозаку? Нет, в автозакі не було, но був со мной в камері, в якому ми сиділи семером на шестимєсній камері, троє суток, ну, жодали, в общем, суда, і там був один чоловік, котрій гулял з женой під ручку, його забрали, уволокли в автозак, но жену не трогали. Жена за ним бежала, говорила, отпустите, мы просто гуляем, і почала там, подбежала к автозаку, кричать, стучать, і один із сотрудників подошел, открыл двері, спросила, чья жена, і мусь кивнули на того чоловіка, але поскольку він був в самому кінці за кучу людей, в кінці автозака, махнули рукой і сказали, ладна, все, уїжджаємо. І його могли б, скорее всего, выпустить, якщо б він був где-то рядом, ну, отпустить, тої ж гляньо, гляньо, ну, увезли. Ну, і давайте на затравку, так би мавець, ще не калькі гісториї. Одній молодий хлопец, з яким я був у камеры, казав, што я вам просто пів піва з ягося брами, таму, што у яго був диплом, і яны просто сядзелі неді у кафе, і пілі піва. Потім ян пайшел, кабу вызвати таксі, і яго якраз узяли. Другі хлопец, який з нами був, просто музикант, і он був затриманый з яго музичным інструментам і з велікім чамаданом. Так сама ішоў просто хлопец па вулиці і хатеў сєзці на адзін з апошніх аутобусаў. Вось так і он і сел на аутобус. Адзін хлопец был з яго жонкай. Яны просто ішлі пауз праспект, гулялі, калі ян сказав, што до яго падбеглі, жонку яго адштрухнули, а яго самаго запакавалі в аутазак. А до усіх гэтых людзей былі саставліны протаколы такі ж як і дэ мяне. На усіх саставілі па два протаколы. Партыкуля 2334 адміністраційнэга кодэкса гэта ўдзел уній санкціянаваным масавым міропрыємстві. Ну і так сама па артыкуля 234 і он называецца не падпыраткаванні законному распараджэніў ці патрабаванні ўслужбавай асобы пры выкананні ёю службавых паўнамоцтваў. Цікаваць, па бачылі, чы вы загучаны зараз історію, што па першы службавы асобы былі службавымі асобамі, то бок ў аснанам затрымлівалі ці хары. Як распазнаць, што гэта службава асоба? Не, ну кэнешні, минулый выпуск нашага падкаста называўся «Як распазнаць ці хара». Але ці нармальна, што ў дэмократычной краіні існуюць ці хары, а грамадзяні вучыцца іх распазнаваць для іх безпечності. Адказ краіны не зусім дэмократычная. Па другое, ці распавёл хтось ці сёняшніх героеў, што гэтаі службавы асобы выказывалі распараджэнні і патрабаванні. Ну і па трэця, навад, калі б яны іх выказывалі, то ці былі б яны законными. Што гэта было б? Пагінця площ, шо вы правопрушальнік, калі гуляеці па горадзе? Ну, незразумяла. Затрыманні працягнуліся і на наступны дзень, 20-х от шэрвіня. Вось одна з таких історій. Мене звути Кузьмич Лениця Анатольевич. Я пасле роботи шёл дамой. Іду, сматрю, стоят автозаки. Думаю, да, я пайду сфотографірую, потому що, в принципі, нічого страшного в тому, що я сделал, вообще нет. Тому що в любой страні міра люди работають. І параду устраюю на савтозаками. Я начал снимайся і не комментировать, нічого. Ну, просто шёл. Ну, стояла група людей. Я первую групу прошёл, а коли потрапляли на второй, ну, на челок 8. Просто мене обступили, спросили, що я делаю. Сказал, ну, іду, снимаю, фотографирую. А схватили за руки. А, вони сказали, милиція. Сказала, документы покажіть. У мене схватили за руки, отобрали телефон. В кризиснули метр, може быть, 20. Я не сопротивлялся, нічого к саду. Говорю, все, пошли, я сам іду. Завезли мене в белый микроавтобус, усадили на пол, ломали немножко. То есть, вони использують силовий приём. Ну, как бы, унижение немножко. То есть, посадить тебя на пол, то есть, нехуй тебя передушить. Ну, передавить. Да, говорю, ребята, я не совершал противоправных действий. Ну, за что мне дали по зубам. Первый раз. По зубам упрямо носился. По пильной стороне ладони, наотмашь, ну, там в перчатке был какой-то, они собрались, наверное. Ну, говорят, что это особо работает. Да, он просто... Я на полу сидел, он сидел на сиденье, у меня тыльная сторона ладони, по лицу. Ну, по зубам, по щеке. Я сказал, да, это мужской поступок. Он мне дал ещё раз. Ну, что-то ещё ответил. В итоге, третий раз я получил, подумал, раз уже попал, ну, нечего себя подставлять. Ну, люди там неадекватные. Ну, сказал, что ещё майку мне, пожалуйста, не растягивайте. Вы последняя майка, она красивая, которая. Вот, они заворотник цянули, давили на пол. В этот день они рубили люди у цивильной в образце, у гражданской. Да, меня брали люди в цивильной одежде. В гражданке, без каких-то познавательных знаков, плотные молодые ребята, ну, все в кепках. Это какой-то белорусской символикой. Там где-то майка белорусская была, вот она кепки была. Там слайк белорусский. Это официальный, в смысле. Да, 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 белорусская. Да, так точно. А теперь переходим за затриманню до наступного, так бы, мовить, кроку. Это транспортировки затриманных людей. Потом из буса меня затолкали автозак, который там, где ты рядом стоял, так есть белые автозаки. Есть серые и черные автозаки, такие, темные, да? Белые автозаки есть? Ну, это то ли для перевоза заключенных называется тоже. Абак иные выглядят как зеленые, только белые? Такие же, да, просто они отличаются, как будто как хлеб возят, такие, только я уже, я уже и знаю, что это такое. Раньше я их видел, но не думал, что это автозак, а думал, ты просто, ну, газели обусим. А это, получается, автозак, так он белого цвета. У вас и белая машина, и белый автозак? Да, сначала в белом микроавтобусе, из него, ну, там меня простанули нормально, руку поцарапали, ну, с кожу сняли. В автозак я здесь сидел, а потом меня посадили к тем ребятам, которые взяли за кофе, вот там Дмитрий и Артем. А, которых на ТВ опубликовали? Да, так я говорю, что я вот иду, читаю про них новость, думал, пацаны попали, наверное, на месте, и я все там за ними. Во втором автозаке вместе с ними уже сел, и нас повезли в московский РУВД, по-моему. Вообще нас всех упаковали в этот автозак, человек пять. Всех повыключали телефоны, все немножко успокоились, потом нас завезли в автозак, который с камерами, ну, то есть, я не знаю, как он называется, там есть два вида автозаков, которые пустые внутри, которые с решетками. Вас пересадили? Да, нас пересадили где-то через час. А, как это было? Ты бы завернули перегулок? Да, мы куда-то отъехали, потом подождали еще немножко людей, как будто бы мы сделали какой-то круг по району Якоба Колоса, ну, не очень далеко мы отъехали, по ощущениям. Ждали, потом нас отвезли чуть-чуть дальше, тоже в какое-то тихое, не шумели машины, тихое место, какой-то двор, наверное. Пересадили уже нас в автозак, который с камерами. Это было самое тяжелое физическое испытание вообще, которое было в этом задержании, потому что нас посадили втроем в очень маленький, я так понимаю, типа карцер, наверное. Но там была изолированная камера с такими небольшими двумя отверстиями, саниметра 4, для вентиляции. Но вентиляции не было, по сути. Мы потели очень много, часа полтора или два мы ждали. И они один раз проверяли, включали свет, все ли там живые, в общем. Такое было. А почему 2 година? Вот вы 2 година были в этом... Да, я понял. Мы ждали, когда приедут еще одну партию автозака, который без камер, чтобы заполнить. Всего 21 человек заполнили, и нас тогда вывезли в ВВД, советское его районо. И там мы были где-то с полуночи, прибыли. И до 5-6 утра нас оформляли протоколы, допрашивали по одному, по 2-3 раза в отделе. Звонить никому не дали вообще. Ну, то есть предупреждать родственников. Они сказали, должны были... Ну, мы подписали прям бумагу какую-то, что они должны уведомить родственников в течение 3 часов. Уведомили? Нет. Я когда уже после суда вышел, всем позвонил, никому вообще не уведомили. Вообще никого. Вот ваши свяки, они до понеделка не видели, что с вами. И вы просто припали, и все отримали. Да. Единственное, что я успел написать, когда мы были в этом изоляторе, который метр 80 высотой, включить телефон, написать сестре, чтобы там покормила собаку, и что меня забрали в автозак. Больше никто ничего не знал. Частку затрыманных выпустили ранецей, а частку пратрымали до понеделка. Вось апостня частка гэта герой нашего подкаста, але, конечно, далека не усе затрыманные у тые дни. Ну, а таким чином, гэта система отбивается и на живелах. Что будет, коли собаку, теката раптом покинуть на трое суток у квартиры, а про гэта навыд никто не будет ведать. Одна из затрыманных 10 год там у женщины, якая проседела так само трое суток, казала, что ее кошка лезь не померла. Пасля гэта гэта гэна пакинула дуплікат ключей от своей квартиры сябрам на уселякий выпадок. А Центр по оброне живелу Анималекс заявил об волонтерской допамоге. У выпадку вашего затрымания волонтеры покормять ваших питомцев и погуляют с ними. Гэта взаимодопамога, якая просто неабходность роджорсткасті системы, але часам и в самой системе можно навыд знайсти спачуваючих людей. Пазвонить не дали. Сказали позвонить в ВВС. А когда уже в ВВС привезли, сказали, что надо было звонить там. Что скажу за этого милиционера, который меня вел? Он совершил все-таки порядочный поступок. Я ему сказал, что у меня дома кошка живет. Я живу просто один. И кот, ну вот я с утра ушел, жара сильная, я говорю, воды может не быть. То есть, чтобы он позвонил моей жене и сообщил о том, что меня забрали просто, чтобы котла хотя бы попоить. Он позвонил. Вот когда я выходил, он взял ручку, записал себе на руке номер куда позвонить и сообщил о том, что такая ситуация. То есть, за это я вам благодарен. То есть, милиционер, который работал со мной, он еще не пропащий человек. На этом умеешь, и он у вас склав и лживый протокол. Да. Да. Не знаю, как эта вся схема происходит, документ оборот у них. Я понимаю, что он понимал, что он делает неправильно. Да, но как-то пытался это снивелировать, чтобы совесть успокоить свою. Как-то не знаю. Это то, не пустое заявление с моего боку. Доказы и все остальные подшуем в наступном выпуске нашего подкаста. Вы умеете одрознивать эти хоровы? Если вот, когда происходят мероприятия вот эти различные по улицам, я считаю, что из них есть порядочные ребята там. Кто-то попал в систему, кого-то могли просто, ну, заставить, кто-то еще молот и могли там подломать, объяснить неправильно. По ушам видно. По ушам? Я по ушам. Во-первых, они плотные преимущественно, ну, плотная, мышечная масса плотная, да. Во-вторых, те, которые еще не потеряли стыд до конца, обычно уши красные. Ну, когда человеку стыдно, уши краснеют, да. По поведению немножко видно, если вот из толпы там где-то что-то, то в принципе их можно выделить. Обычные люди себя ведут обычно. Ну, обычные люди гуляют там или что-то делают, а эти, ну, как тихорей, я бы сказала, где-то там что-то спрячутся, в глазки смотреть не будет, стыдно, потому что по ушам. Вот были ситуации, когда там какое-то количество, ну, уши у них просто красные, опухшие, понятно, что они и сами боятся, потому что они знают, что они совершают противоправные действия. Я уверен, что они знают об этом. Но почему они их совершают, я не могу объяснить. Ну, надея на нечто доброе, сиротогульное жорсткости, за все доживе в наших сердцах. На этом я с вами развитываюсь, будьте осторожными, а в выпадку вашего затримания поведомляйте про это право оборончану центру в основном. Мой гражданин, до встречи.